Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня отвечаю на очередной ваш вопрос, а это как лучше работать с прямым грифом или с ЕЗ грифом для прокачки бицепсов? И что делать, если при работе с прямым грифом болят кисти? Друзья, как показывает практика, и большинство экспертов сходятся в одном мнении, что работа с прямым грифом гораздо эффективнее работы с ЕЗ грифом. Но многие водибилдеры работали с ЕЗ грифом. Тот же Дориам Яц, тот же Коллиман, хотя Ронни работал часто и с прямым грифом. Но лично я предпочитаю работать с ЕЗ грифом обратным хватом, когда прокачивают брахиалиас. При работе на бицепс я люблю работать с прямым грифом, действительно чувствую больше прокачку бицепса. Наверное, за счет того, что лучше происходит пронация бицепса. А вы знаете, что бицепс не только сгибает руку, но и пронирует ее. А когда вы держитесь за гриф прямым хватом и на прямом грифе, то происходит не только подъем за счет сгибания, но и получается своеобразная пронация. Хотя кисть вроде бы и остается на месте. Бицепс больше включается в работу. Но не расстраивайтесь, если у вас болят кисти при работе с прямым грифом. Смело работайте с ЕЗ грифом. Но у многих болят руки при работе на любом грифе, с использованием любого грифа, непосредственно кисти. Что нужно делать? У меня была такая проблема, немножко чувствовался дискомфорт в кистях. И мне один опытный человек посоветовал делать специальные упражнения. То есть, я уверен, что у кого болят кисти, не делает работу на брахиалиас. Не делает молотки, не делает подъем на бицепс обратным хватом. Это очень важно. И что очень важно, помните, есть такие тренажеры для кистей. Когда на небольшой палке, штыре, что угодно, веревка, подвешиваете груз и крутите в одну сторону и в другую. Тем самым вы укрепляете кисти. Не нужно прокачивать предплечье. Хотя это тоже может помочь именно при работе на кисти. Нужно просто укреплять свои кисти. Желательно работать на спину без лямок в разогревочных подходах, используя кистевые ремни только при непосредственном выполнении уже рабочих подходов. Это тоже поможет. И ни в коем случае не пользуйтесь напульсниками, так называемыми. Это не поможет вам. Лучше потихонечку, потихонечку работайте с небольшим весом прямым грифом, укрепляя постепенно ваши кисти, переходя на работу уже, когда у вас рабочие подходы, на ЕЗ-гриф. Таким образом вы постепенно избавитесь от полей и сможете работать в обычном режиме с прямым грифом. И повторяю, что большинство экспертов сходятся во мнении, что прямой гриф все-таки предпочтительнее, нежели ЕЗ-гриф. Но опять-таки не расстраивайтесь. Нравится работать с ЕЗ-грифом? Работайте. Задавайте вопросы в комментариях. На все вопросы я отвечаю, на некоторые снимаю видеоответ. Надеюсь, вам это нравится. Если чей-то вопрос пропустил, не расстраивайтесь, не обижайтесь. Повторите его. Я могу просто не заметить, либо не найти время, чтобы ответить. Но со временем я отвечаю на все ваши вопросы. А мы с вами, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за 8 долларов купить мою книгу о бодибилдинге. Которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Факфикнес». Набирайте гугли в поисковике и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных болот. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok